Бои о нас здесь, перцы. Ядерный рассвет снова озаряет ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем играть в Need for Speed Most Wanted, мать его 2005 года. Да, лдовая дрянь, но куда мы денемся? Усаживайтесь поудобнее. Берите хавчик. Будет жарко. Блядь. Будет жарко. Хотел сказать, будет жарковато, но понял, что будет действительно жарко. Короче, хорош, ля-ля, поехали. Так. Чёрный, мать его, список. Так, рейтинга мы в прошлой серии набили охуеть, как много. Поэтому гоночки и кореец. Да и три гоночки у нас уже готовы, осталось. А стоп. В прошлой этой серии мы гоночек не гоняли. А откуда ещё три появилось? А-а-а, блядь. Это был неудачный дубль. Конечно, кайф, что мы их пропустили. Короче, поехали. Мне лень разглагольствовать, время дорого. Медика ленивый разглагольствует, поэтому ждём загрузки и поскакали. Так. Эва, Супра, Гольфиш и я. Так, щенки. Кто тут в первую очередь дина надрать? Так. Айс. Криминал. Скай. Нихуя у вас никнейм, пацаны. Я такой, блядь, на ядер на зелёном эклипсе. Санрайз, мадапака. Куда ты лезешь, щенок? Так. Блядь, я опять еду, как криворукая скотина. Хе-е-е. Ебилы, блядь. Так. Первую треть мы прошли, вроде как даже без происшествий. Ну, блядь, этот лансер меня дико напрягает. Вот так получилась схватка двух японзан. Чисто японская дуэль, мать её, за ногу. И чё ты мне подскажешь, что гамадрил пристроился аккурат за моей жопой. Классика же, ёпт. Фух. Только хотел сказать, я тебя поздравляю с тем, что ты втемяшился куда ни попадя. Но едва не сделал это сам. Блядь. Господи, я еду, как... Последний алкаш. Хотя я, по сути, таковым и являюсь. Те, кто сидит в конфе ВК, знают, что я недавно туда скидывал фоточки с Бухи сейчас со своим старым другом. Привет старому пердуну, если ты это смотришь. Так, 8%. Меня это начинает напрягать. Будет ли лютый камбэк? Так, меня в итоге надирает супра. Нихуя себе камбэк. Сучара. Ещё одна сучара. Козлина, подвинься, блядь. Ну, серьёзно, нахуй. Поехали ещё раз. Я в рот его пёр. Так, попробуем передать управление направо. Потому что левая рука мне что-то как-то сильно тяжёлая. Хотел сказать, а справа руки я еду чётче, но чё-то как-то хуй. Как болтала, так и болтает. Хотя, может, всему виной импутлаг беспроводной клавиатуры. Он есть, но до некоторых моментов он жить мне абсолютно не мешал. Не, дай-ка на левую проедусь. Так ещё хуже получается. Блядь, я вообще не понимаю, что со мной происходит. Я просто не могу вкататься. В итоге половину трассы я проехал четвёртым. Мать твою. Пахнёт Гарри. Блядь, реально пахнёт Гарри. Суп, диван нагрелся. Вот твою-то мать. Я не знаю, как я буду делать часовой челлендж с ментами. Не, ребятки. Это явно не то, на что я рассчитывал. Да какое нахуй внимание? Никакого внимания. Давайте этот спринтет заедем. Чисто вот посмотрим, насколько я хорошо вкатался. Блин, недавно покурил, теперь кашель мой. Мучает. Так, стартовал хорошо. Врой как начал за здраве, но каркать особо не хочу. Чипок. И тут же там кто-то разложился. Весело, хули? Так. Да, вот этот прыжок был явно лишним. Теперь вы видите, что происходит, а? Видится? Так. Ах, ты ж ёбану ты нахуй. А что вы делаете в моем холодильнике? Кто вспомнил видос, лайк. Так. Блядь, ебучая связка, а? Ебучие глаза, что происходит. Как-то ночкою сели, бах. Раз пошел я налево. Не платил выступление, надо что-то с покрышками делать. Блядь, не платил выступление. Надо что-то с покрышками делать. Хотя, может быть, всему вену идушь. Я в рот ебал. Честно, уже запахло гарью. Мне нужен пердак и охладитель. Ладно, поехали. Толчок так толчок. Блядь, трогаться в дождь. Такой себе прикол, на самом-то деле. Так, вот тут надо сжечь азот на полную. Потому что вот эта вот хуйня меня очень сильно калит. Оп. 6.85. Хлоп. 5.42. Блядь. Значит, надо топить на всех парах. Вот тут-то я уже могу показать класс. Ну, кто бы сомневался. Шли-то вроде неплохо. Так, ну, судя по всему, я вроде бы более-менее вкатался. 8.22. Я даже прошел лучше, чем в прошлый раз. Щелк. 7. Но, надо помнить, что в случае фейла у меня гандикапа нет никакого. Спасать лишь то, что трафика практически нет. Ну, вот тут-то я могу показать класс. Только бы сейчас опять контейнер-аос не появился. 6.19. Твою ж мать. Надо как-то выползать из этой ямы. Даже по очередному чиппоинту я могу просто не успеть таким макаром. Оксаныч, газу-газу-газу. 2.67. Убирали, а господа, мы в полное яме. А я сейчас еще и через город ехал. Пройдем по более длинной трассе, а по более быстрой. Да сука. Так, перчеваем, по полной перчеваем. Короче говоря, мы не успеем, это я вам сразу говорю. Я даже не вижу чека. Да пляха, аж ты муха. Секундомер еще жестче. У нас осталось еще кольцо, в котором, в принципе, можем попытаться заехать. Но не дай боже, там попадутся менты. Так, два круга, говорите. Окей. Окей. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка А вот такой расклад мне нравится явно больше Так, первый круг пройден. У меня хорошая, в принципе, хора. Поэтому есть все шансы, что эту гонку я затащу, наконец-таки. А то я задолбался уже фейлить. Ну, если смотреть на хронометра, то, наверное, не попадаем мы сегодня на босса. Так что вот так же люто фейлить на каждой гонке я не очень хочу. Но там опять-таки будет схватка двух Йокон, схватка двух Эклипс. То есть опять-таки с другой стороны. Можно будет после корейца спокойно пересаживаться на Эва-9. Или какой там Эва-8, кто не помнит. Короче, на Ланцера. На нем уже ебать все, вплоть до Камикадзе. То есть получается он у нас должен будет уделать барона, нигера, шкуру на Мустанге и шкуру на Мерседесе. Ну, Эклипс это чисто трассовая тачка, как мне кажется. Так, вроде бы увернулся на свою-то голову. Разрыв 9,3. Козырно. Охуенно. Клево. Круто. И как там еще может быть? Бля, ребят, мне кажется, ли я наконец-то катался. Бля, ребят, мне кажется, ли я наконец-то катался. Не, ребятки, это финиш. Красивый и хорошо оформленный финиш. Ну что, последняя гоночка. В принципе, хронометраж как раз вот. Так, последняя гоночка. И у нас осталось, что? Спринт раз. Спринт два. Попробуем все-таки это сраный спринт. Потому что секундармирный я мараться не хочу, не люблю их. Это иногда бывает по кайфу. Э, орки. Еще-то я в Флот-Ауте ездить учился. Да. Первой игрой, которую я спустил на собственном компуктере, был второй Флот-Аут. Ну, там еще одна РТС, как Блицкриг Берлин Хорайзен, по-моему. Но, учитывая, насколько длинный список игр в моей тетрадке, которую завел за время Армейск Службы, то нам хватит ни на Готэн и ни на два серии РТС. Половина. Я кое-как стал вторым. Так, мы не налево. Бля, мне этот ТТшник напрягает. Так, бодрячком, пацан-ва. Бля, как передок подбросило, сука! Вот этого я, в принципе, и опасался. Вот мне чуть-чуть буквально не хватило, чтобы этого пидора догнать. Дрочить спринты. Дрочить спринты. Азот как не было, так и нет. Вот, там пацаны разложились на повороте. Надо избегать полетов. Очень, очень сильно заставляют терять скорость. Что, никак не может быть хорошо. Пидором проскочил! Ну иди же ты сюда. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, это... Субтитры сделал DimaTorzok. да мать твою супа горит все потому что это ведрич и есть как посранным рельсам если мы еще какой-нибудь ведро на замену похуй секундомер так секундомер я затрахался просто выкатывать гонку пустую а вот супра настроена гораздо лучше это он чем плохо он какой-то супа дерганы другой страны учитывая что у тебя под капотом 2g и z плюс задний привод характер в этой малыхе еще толк 5 06 на запишется 430 сагул уже к яме Продолжение следует... Так, вроде бы спозиционировал как надо, поэтому летим как можем. Напомню, было 4.33. Не, ребят, это Габелла. Игра всерьез. Считаю, что я доеду до следующего стопа за 33 секунды. Для этого у меня надо косплеить низколетящий самолет. Продолжение следует... Нет, ребятки, серия получилась дико пустой, но, блядь, я обязан ее выложить, поэтому... Пока я не забомбил окончательно. Всем спасибо за просмотр. Вы знаете, что делать насчет подписок, пальцев вверх и тому подобного говна. Я ушел успокаиваться. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok